Всем доброго времени суток! Мы продолжаем прямые эфиры с представителями институтов. Сегодня поговорим о поступлении в Институт психологии и образования Казанского Федерального Университета. Уважаемые абитуриенты, напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы в инстаграм-аккаунте Казанского Федерального Университета. Вопросы могут касаться поступления, экзаменов, проходных баллов и всего-всего прочего. На все ваши вопросы с большим удовольствием ответят Вероника Викторовна Васина, ответственная за приемную кампанию Института психологии и образования, и Алия Ринатовна Залялова, студентка третьего курса Института психологии и образования. Ну, а для начала, уважаемые спикеры, слово, наверное, вам. Коротко расскажите о том, что из себя представляет Институт психологии и образования в 2021 году. Здравствуйте, дорогие абитуриенты, выпускники, выпускники средних профессиональных образовательных учреждений, то есть колледжей, техникумов, выпускники четвертых курсов высших образовательных организаций, потому что мы готовы принять всех, кого-то на бакалавриат, кого-то на специалитет, кого-то на обучение в магистратуре. Казанский Федеральный Университет объединяет сейчас в себе достаточно много институтов. Сейчас приходят абитуриенты, которые спрашивают, а я хочу поступить на такой-то факультет. Вот сейчас нужно иметь в виду, что как раз Институт психологии и образования, это и есть факультет психологии и образования Казанского Федерального Университета. На Межлаука-1, на Булаке, есть здание, и остановка так и называется Пединститут. И вот этот Пединститут, он как раз является родоначальником того факультета психологии и образования, в котором мы сейчас работаем, который мы с вами сегодня представляем. Произошло объединение отдельного факультета психологии, отдельного института педагогического, и при таком вот классическом красивом слиянии двух больших направлений родился новый институт, который называется Институт психологии и образования, в котором мы готовы обучать вас на специальностях и близких к психологии, и близких к образованию, в том числе от начального школьного образования первые четыре класса, или дошкольный даже, младший детский сад, и вплоть до образования высшей школы. Поэтому приезжайте, приходите, начинайте обязательно со строчки, которая называется План приема. План приема в КФУ. Там вы увидите на сайте очень большую таблицу, в которой много разных институтов, и вы должны понимать, что это и есть очень много разных факультетов. Внутри этих факультетов вы находите конкретный свой факультет, вот этот институт психологии и образования в данном случае, и начинаете уже выбирать ту специальность, которая вам необходима. Если вы определились более-менее со специальностью, то по строчкам этого плана приема вы дальше можете проследить, есть ли у нас бюджетные места именно по этой специальности, есть ли у нас договорные, то есть контрактные места, возможно ли очное либо заочное образование, или, возможно, еще какие-то варианты. Пока, наверное, вот достаточно, остановимся на этом и ждем ваш первый вопрос. А есть что добавить? Мы попозже, наверное, Алия, предоставим слово. Сейчас несколько вопросов, а потом я представлю нашего студента. Есть у нас первый вопрос, на самом деле. Для иностранца, который собирается поступать в магистратуру, важно, в магистратуру на бюджет, есть ли возможность дать вступительное испытание дистанционно, или надо вот приезжать, прилетать? В этом году вся приемная кампания, как и в прошлом, в связи с карантином, с пандемией, ориентирована больше на как раз дистанционную подачу документов онлайн, не только для иностранцев, но и для наших российских студентов. В том числе мы же здесь из Казани, или там из какой-то деревни, села, другого города можем подавать документы и в Москву, и в Питер, и в Новосибирск, куда угодно, и для этого совсем сейчас не обязательно приезжать туда, в эти города. Точно так же, как не обязательно приезжать и на территорию Казанского федерального университета, для того, чтобы подавать документы. Поэтому, конечно, и в том числе для иностранцев такая возможность есть. При этом тогда сразу нужно сказать, что все-таки, если вы приехали, то прием документов ведется на Кремлевской 35, это второй гуманитарный корпус напротив главного здания в мраморном зале. Ну, часть каких-то консультаций мы можем провести. Но еще раз повторяю, что все, что вы можете сделать из дома, делайте лучше из дома. Заводите себе кабинет, который называется Буду студентом КФУ, и подгружайте туда все сканы документов, которые там прописаны, которые, ну, и также любой иностранец это может сделать, в том числе и магистратуру. Но уж если кто-то из иностранных студентов приехал в Казань, то ему лучше обратиться не на Кремлевскую 35, а на Кремлевскую 25. У нас есть такой подготовительный факультет, там, где все иностранцы, ну, кто-то проходил подготовку, в том числе по сдаче русского языка прежде всего, потому что обучение ведется на русском языке, и это будет один из главных экзаменов. Поэтому сначала на Кремлевскую 25, либо все онлайн, можно вообще не приезжать. А касаемо вступительных испытаний, вот как раз магистратура, они же безусловно были испытаны. Когда они подают заявление, там можно поставить галочку, хочу сдавать вступительные испытания очно, либо хочу сдавать вступительные испытания онлайн. Они подают эту галочку онлайн, и совершенно спокойно мы для них завели все кабинеты ТИМС. У Казанского федерального университета есть такая система на платформе. Некоторые, если не могут пробраться, да, ну, есть такие страны, которые ТИМС не поддерживаются, в программе Zoom это все проводят, поэтому вполне возможно и все собеседования, и все сдачи экзаменов тоже в заочной форме, в онлайн форме. Перейдем к следующему вопросу. Добрый день, я сдавала ЕГЭ в 2020 году. Мне нужен какой-то документ, подтверждающий это? В ЧКГ отображаются данные только за 2021 год. Ну, вообще, те, кто сдавали в прошлом году, они свои результаты ЕГЭ знают, они их в систему подгружают, когда подают заявление. То есть там есть открытые окошечки, куда они сами своей рукой это могут поставить. А вот уже когда мы принимаем это заявление в общей системе ЕГЭ, мы видим, сколько реально у них тоже баллов было, и просто подтверждаем, то количество баллов они поставили, которое реально у них было, или не то количество баллов. Поэтому все, можно поступать по ЕГЭ и прошлого, и позапрошлого, и ближайших пяти лет. То есть ваше ЕГЭ действительно пять лет. Есть еще такой вопрос, сразу же заговорили о поступлении. Как лучше поступать? Через сайт университета или через суперсервис госуслуг? Ну, пока с суперсервисом госуслуг проблем оказалось намного больше. Они начинают у нас дублироваться, и двоится эти заявления. Нам легче, конечно, работать с системой Буду студентом КФУ с сайтом КФУ. Но это нам легче. А уж кому как удобнее подать, потому что в любом случае через этот портал заявление все равно высветится, и все равно мы их в конечном итоге тоже увидим. А через сколько дней абитуриенты появляются в списках подавших документы? Сама анкета высвечивается сразу. Анкету проверяют в течение трех дней наши операторы. И в течение трех дней они либо ее подтверждают, если там все полностью загружено, и тогда появляется у абитуриента вкладочка «участвуешь в конкурсе». То есть ты готов к либо вступительным испытаниям после СПО, либо в магистратуру. Либо на базе ЕГЭ ты начинаешь видеть свой рейтинг, у кого баллов больше, чем у тебя, у кого баллов меньше, чем у тебя, для того, чтобы отслеживать ситуацию. Потому что если всего 25, предположим, бюджетных мест, а ты видишь, что ты спускаешься на 26-ю строчку, значит, нужно подстраховаться и подавать дополнительные заявления, либо на контракт, либо на заочку, либо на какие-то другие специальности. Вдруг там намного меньше абитуриентов, студентов, которые туда подают заявление. Поэтому это все видно в системе. Здравствуйте. Вступительные экзамены есть на все направления в факультете психологии? Вступительные испытания есть только для тех, кто закончил СПО в техникуму колледжа, либо для тех, кто поступает в магистратуру. После 11 класса никаких вступительных испытаний нет. Они поступают только по результатам ЕГЭ. И это как раз очень большая проблема. На сегодняшний день уже 10 дней идет прием документов, который будет длиться до 29 июля. Идут очень много абитуриентов, у которых сдало только 2 ЕГЭ. И мы вынуждены им говорить о том, что Казанский федеральный университет заранее на сайте везде это было написано, что нам нужно 3 результата ЕГЭ. И с двумя ЕГЭ они не могут претендовать на поступление в такой федеральный вуз высокого масштаба. Они могут либо через колледжи попробовать дальше обучаться, либо какие-то коммерческие вузы, там, где есть возможность 2 ЕГЭ. Почему получается 2 ЕГЭ? Потому что третье, например, они сдавали, но они не получают тех минимальных баллов, которые необходимы для поступления. Сегодня был случай, например, с обществом. У нас вот здесь в таблице минимальных проходных вступительных баллов стоит цифра 45. Девочка сдала на 43 и говорит, что у нее в минимальных школьных вообще стоит 42 балла. Она говорит, значит, я все-таки к вам повпадаю, я же даже больше сдала, чем минимальные. Мы говорим, что нет, мы пока вынуждены вам отказать, потому что до наших 45 баллов вы не добрались. Но если это целевое поступление, если это сирота, инвалид, есть какой-то другой показатель для квоты, то, может быть, и меньшее количество баллов будет основанием для того, что при условии, что мы там не добираем студентов, они, скорее всего, к нам поступят. Вот очень важный вопрос, на самом деле, задают. Если я подаю заявление на бюджет, мне сразу же подавать заявление на платку? Или на платное я смогу подать тогда, когда увижу, что спустился ниже плана приема? Вообще в этом году одна волна приема документов, и поэтому мы советуем подавать сразу два заявления. Например, сейчас у нас уже переполнена строчка, которая называется «Психология очна бюджет». Там уже подано заявление, хотя всего 10 дней прошло, и вроде не так много народу еще, потому что ЕГЭ только-только еще получают, но там уже перебор, и там получается где-то в районе 250-260 баллов ЕГЭ за 3 экзамена. То есть ЕГЭ должно быть уже где-то баллов по 80. Если человек понимает, что у него меньше, но на основные направления где-то в районе 210 баллов, то есть 3 по 70 примерно. И все-таки нужно подстраховываться, видимо, сейчас сразу подавать на контракт. Здравствуйте. Подойдут ли результаты вступительных испытаний как на очную, так и на заочную форму обучения? Или нужно будет сдавать вступительные испытания? Ничего второй раз сдавать не нужно, это все одно и то же, просто перекидывается из одной системы в другую, это все один раз сдается. Ну и, соответственно, спрашивают, когда появятся списки поступивших, то есть когда вот эта вот волна зачислений будет? 29 июля раз мы завершаем прием документов. С 30 июля, вот мы сегодня только смотрели, начинаются вступительные испытания для СПО, для магистратуры, то есть буквально со следующего дня. По результатам ЕГЭ ко 2 августа какие-то списки уже предварительные, еще будут, еще не окончательные. Нужно сказать, что студенты подают заявление на 5 направлений в 5 вузов, то есть по сути они могут подать 25 заявлений, но галочку о том, что они согласны на зачисление, в принципе они поставят только один раз. И там есть, конечно, условие, что вот если вдруг еще что-то случилось, эту галочку можно будет отменить и второй раз поставить куда-то в другой. Но она в любом случае будет только одна, то есть их 2 не будет. И у нас вот будет 3-4 дня для того, чтобы вычистить какие-то двойные заявления, какие-то двойные вещи для того, чтобы человек не получилось так, чтобы поступил сразу в 2 вуза, в 2 разных направления. То есть это система общая по РФ, и мы даже будем видеть, что там если и в Москву, и в Питер, и в Казань, и все равно галочка согласен на зачисление будет одна единственная. Достаточно популярный вопрос. Как подать документы через сайт? Давайте все-таки такую небольшую инструкцию сделаем, потому что все равно этот вопрос будут задавать так или иначе еще несколько раз. Ну вот сейчас на Кремлевской 35 я, наверное, как раз первое, что сделала, я сделала вот эту памятку, алгоритм по подаче документов. Первой в этой памятке стоит обязательно сначала посмотреть план приема. Вот то, что мы с вами уже говорили, потому что сначала нужно все-таки определиться с той специальностью, потому что, например, на начальное образование у нас есть только заочное обучение. Они приходят и говорят, что хочу на начальное, на очку. Мы говорим, нет, есть на начальное плюс английский язык на 5 лет. Хотя это называется бакалавриат, а не специалитет, но вот здесь очное есть. Если хочешь только на заочное, то оно будет называться просто начальное обучение. И наоборот, есть какое-то другое здесь, что оно есть на очном, нет, на заочном. То есть вот такие вот варианты, поэтому в плане сначала надо посмотреть. Второе, это мы заводим сам кабинет, регистрируемся на сайте Буду студентом КФУ, и все-таки кабинет надо открыть. И заносим туда те документы, которые рукой вбиваются в клеточки. Это СНИЛС, ННН, фамилия, имя, отчество родителей. Там три раза про адреса спрашивают, то есть фактическое проживание, фактическая там прописка, еще какой-то там с адресом, да, где родился. Там есть вот поэтому третий там получается адрес, нужно еще вбивать. После этого туда мы подгружаем сканы. Скан паспорта, страничку с фотографией, страничку с пропиской. Потом три на четыре, это фотография. Лучше, когда идете фотографировать, то сразу забрать ее на флешке, чтобы она была в формате JPEG, и сразу ее подгрузить тоже туда, потому что иначе приходится сканировать уже готовые фотографии с бумаги. Раз мы в этом году ничего не берем на бумаге пока, на бумаге мы все возьмем позже, когда вы будете зачислены, и сами фотографии, и подлинники ваших документов. Это все будет уже ближе к первому сентября или вообще после первого сентября. Тогда вы там видите согласие на обработку персональных данных, его нужно распечатать, подписать, заново сканировать и опять загрузить в систему. Только после того, как вы пройдете все эти этапы, у вас появится кнопочка «Подать заявление». Сколько направлений себе выбрали, столько заявлений вы и подаете. Каждое из заявлений опять-таки распечатываете, подписываете, заново сканируете и заново подаете в систему. Тогда мы их увидим, наши операторы вам потом галочками тоже подтвердят, что вы участвуете в конкурсе. Тоже достаточно популярный вопрос. Для того, чтобы поступить на коммерцию, достаточно только заключить договор и оплатить, или на коммерческое обучение тоже есть конкурсы результатов ЕГЭ? Конкурсы есть, потому что в той же системе план приема у нас есть минимальное количество баллов. Например, для психологии первым стоит экзамен биологии, по нему надо набрать не менее 39 баллов, по русскому не менее 40 баллов, по математике не менее 39, а вот общество везде стоит как 45 баллов проходной. Поэтому если 43-44 балла, даже на коммерческую основу вы можете просто не попасть. То есть нужно выбирать те ЕГЭ, которые у вас больше вот этих минимальных баллов. Если я в данный момент учусь в другом ВУЗе и хочу перепоступить по ЕГЭ, отчисляться из своего ВУЗа я могу после того, как будут опубликованы списки на зачислении в августе, или это нужно сделать до? Нет, отчисляться пока не надо. Вы можете заново поступать на первый курс. Если здесь все сложится, все получится, потом уже будете делать моменты отчисления. Но, наверное, для тех, кто там уже где-то что-то получился, может быть легче сделать переводом, чем поступлением заново через ЕГЭ. То есть вот это стоит тоже подумать и связаться даже не с приемной комиссией, а с тем деканатом, куда вы собираетесь теперь поступить. Потому что многие оценки вам могут просто перезачесть. И в любом случае тут даже в документы мы подгружаем сам аттестат и приложение к нему. То есть все оценки, которые у вас есть, обязательно сканируем и загружаем. И для магистратуры, и после СПО тоже. Теперь к студентам перейдем или там еще есть что-то? Добрались мы как раз до блока вопросов, да, касаемо студенческой уже непосредственной жизни. И первое из них это как раз-таки принимаете ли вы иностранных студентов, что надо сделать иностранным студентам, чтобы поступить. Ну мы как раз уже про иностранцев, по-моему, все уже сказали. Да, мы их обязательно принимаем. Да, они тоже все и онлайн можно так подгрузить. У вас там какой-то был интересный вопрос про я профессионал, про олимпиады, про конкурсы. А действительно, какие дополнительные баллы можно получить за олимпиады, за конкурсы, за серебряную медаль и вот за все вот это вот. Ну и, соответственно, первым пунктом идет действительно олимпиада «Я профессионал». Да, там в этом кабинете, который вы себе откроете, там есть эти дополнительные вкладки, в которые нужно подгружать все те подтверждения, которые вы получили, то, что самое портфолио называлось в течение обучения в школе, либо в среднепрофессиональном обучении. И сегодня я хочу вам представить нашу студентку. Она закончила третий курс, и она является одним из победителей секции «Прогностическая компетентность детей с ограниченными возможностями здоровья» по результатам итоговой научно-образовательной конференции студентов КФУ 2021 года. И она является как раз дипломантом вот этого олимпиады. Я передам ей диплом. Давайте мы покажем, что у нас есть такие вот дипломы. И она немножечко расскажет об этих конкурсах и о студенческой жизни. Представится сама и студенческую жизнь Института психологии и образования. Да, как было уже сказано, меня зовут Заря Лавалья Ринатовна. Я являюсь студенткой третьего курса Казанского федерального университета Института психологии и образования кафедры педагогики и психологии специального образования по направлению специальное дефектологическое образование, профиль логопедии по программе бакалавриат. Начну с того, что студенческая жизнь это действительно очень насыщенно, интересное, одним словом, незабываемое время. И, наверное, слыша это все от более опытного поколения, сидя, не понимая, почему же, чем это так все забавно, интересно, но поступив именно в наш институт, мои вопросы все улетучились, и я все сама поняла. Жизнь наша интересная. Начнем с того, что в нашем институте это очень сильное студенческое самоуправление, которое можно разделить на три сектора. Первый сектор — это научный, второй — это творческий, третий — это спортивный. Начну, конечно же, с научного сектора. Это является основным звеном. Многие студенты занимаются именно научной деятельностью для своей самореализации, самосовершенствования, саморазвития. Я тоже выбрала научную деятельность, как уже было видно. Также я являюсь участником студенческой олимпиады, я профессионал, я являюсь дипломантом. Вообще, наш институт предоставляет все возможности для реализации своих научных работ. Многие работы публикуются во всероссийских, международных сборниках, журналах. Также хочется отдельно отметить, что студенты нашего института пользуются особым уважением среди организаторов различных конференций, конкурсов, как российских, так и международного статуса. Но если вы занимаетесь научной деятельностью, это не значит, что вы не сможете заниматься музыкальной, творческой деятельностью. То есть это все можно легко совмещать. Музыкальная и творческая деятельность нашего института, она всегда отличается особой оригинальностью, яркостью, запоминается всем и всегда. Спортивная деятельность нашего института тоже оставляет огромный след. Есть важные команды, которые это баскетбольные, волейбольные, легкоатлетические, другие команды, которые принимают участие во многих конкурсах и занимают места. Вообще хочется отдельно еще подчеркнуть, это профессионализм наших преподавателей. Это не просто хочется подчеркнуть, это хочется выделить жирным шрифтом, потому что ходят слухи о том, что в институте преподают многие аспиранты, и как таковых научных сотрудников нет. На самом деле хочется опровергнуть эти слухи, потому что многие преподаватели нашего института, они носят не только теоретические знания, но и являются практиками. И действительно очень интересно сидеть на лекциях, семинарах и разбирать реальные кейсы с заданиями, и оценивать, как бы ты поступил в той или иной ситуации со своим багажом знаний, и сколько тебе еще необходимо добрать, понять, чтобы поступить так, как поступил твой преподаватель. Для меня вообще студенческая жизнь является тем, что я нахожусь в постоянном общении. Это постоянное общение, коммуникации, самосовершенствование, реализация. То есть это мощные толчки друг друга, что надо не стоять на месте, нужно двигаться, и институт предоставляет все эти возможности администрации, студенческие советы, профессорский состав. Они всегда идут навстречу студентам, всегда поощряют все идеи и стараются помочь в их реализации. Далее хотела бы немного рассказать про именно Олимпиаду Я Профессионал. Как уже было сказано, и Олимпиаду Я Профессионал, и значки ГТО, и хороший аттестат красный, все они влияют на поступление. И, конечно же, они дают до баллов, с которыми можно ознакомиться на сайте. Обычно это от 1 до 5 баллов. По каждому направлению это тоже все представлено на официальном сайте КФУ. В качестве пожеланий для будущих студентов хочется сказать то, что поступая в институт, нужно иметь запас большого терпения и на самом деле запас хорошей нервной системы, потому что все эти ЕГЭ-поступления это очень большой стресс для организма. И, конечно, старайтесь больше его поддерживать и не принимать все близко к сердцу. Начнем с того, что оценки — это не такая важная часть жизни. И на самом деле потом вы будете смотреть и думать, ну, хорошо, что все это прошло, и это не так сильно, это не то, что нужно было переживать, и не то, что нужно было принимать так близко к сердцу. Важно то, что вы все равно пройдете, вы поступите на то направление, которое вы хотите, потому что каждый из нас, поступая на высшее образование, поступая именно в институт психологии образования, он определяет для себя какие-то цели, задачи, именно тот масштаб максимума, который он хочет забрать от этого образования. И важной задачей каждого из нас является именно определить этот масштаб, определить свой максимум и просто его забрать. Поэтому желаю всем успехов, у вас все получится. Можно я несколько вопросов Алие? Вы в одной группе учитесь, и те, кто поступили на бюджет, и те, кто поступили на контракт, или это для вас разные группы? Нет, у нас довольно большая группа, у нас группа делится на две подгруппы, нас 50 человек, и нас всех помешали, то есть это и бюджетники, и контрактники. Хочу отдельно выделить, что преподаватели никак не делят, это никак не отличается, на контрактник ты или бюджетник. Обучение проходит для всех одинаково, все мы в одинаковых условиях, поэтому все мы учимся вместе. Про общежитие еще скажи, пожалуйста, несколько слов. Много ли человек у вас в группе, например, из общежития, и где вообще эти общежития находятся? Да, поступая на первый курс, многие студенты сразу заселяются в студенческую общежитие, это деревня Универсиады. Так, насколько мне известно, то там набирается определенное количество баллов, для того, чтобы оставаться там на втором и третьем курсе. Для этого нужно участвовать в различных мероприятиях, либо быть организатором, либо просто быть его участником. Если эти баллы не набираются, то на втором-третьем курсе многих студентов переселяют на общежитие Пушкина, которые находятся на остановке университет, многоэтажка КФУ. Там также учатся девочки. Условия примерно одинаковые. Никто не участвует. Говорят, даже ближе к университету. Даже ближе к университету, и удобнее добираться. Да, там больше многим нравится. Про студенческую весну что-нибудь сможешь добавить? Что за конкурс такой? И вообще, кто принимает в нем участие? Студенческая весна – это, наверное, одно из самых ярких мероприятий любого года. День первокурсника, студенческая весна оставляет незабываемый след на всех участниках этого процесса. Многие девочки горят желанием. Они просто живут этим всем. Команды танцев, музыки, просто организаторы администрации, они всегда идут навстречу. Это постоянные тренировки, это постоянная репетиция. Но результаты этой весны всегда благоприятные. Но они пропускают какие-то занятия, им потом это как-то компенсируется со стороны преподавателей? Да, конечно. Дополнительные баллы они могут за это иметь? Да. У них есть официальное освобождение, которое подтверждает их. Все это подписывается ректором, что их официально освобождает от занятий. За каждое выступление начисляются дополнительные доп. баллы, которые учитываются при сдаче экзаменов. За что еще могут быть дополнительные баллы, кроме студенческой весны? Это просто принятие участия в жизни университета, как научной, спортивной, в творческой жизни. Просто быть активным участником в жизни университета, и тогда обязательно вас не остается. Может быть, у вас еще какие-то есть вопросы к студентам? Потому что я понимаю, что вопросы к преподавателям – это к преподавателям. А здесь от сердца к сердцу, может быть, что-то реально можно еще услышать. Возьму на себя роль модерации обратно. Действительно, есть вопросы, которые интересуют именно будущих студентов, студенту настоящему. Как заочники участвуют в студенческой и общественной жизни института, и есть ли у них такая возможность? Все-таки они бывают гораздо реже. Заочники, к сожалению, меньше участвуют в жизни института, так как их практически не видно, они выходят только на сессии раз в полгода. Поэтому в основном, в основной участник, основной косяк всех праздников – это именно участники очного обучения. Именно на них ложится вся ответственность. Но заочники очень хорошо участвуют во всех конференциях студенческих, в напечатании, публикации статей, в выступлениях очных, с докладами, в поездках в другие города. Потому что даже если они и так живут в других городах, они как раз выступают в другом городе на те конференции, которые мы могли представить. То есть география становится очень широкой. И у нас очень много иностранных студентов из бывшего СНГ, из ближнего зарубежья, что называется. Те, кто очень хорошо владеют русским языком, потому что все равно логопедия, специальная психология, педагогика, психология русская, она все равно предполагает, что человек достаточно хорошо должен владеть русским языком. Про какие-то доп. баллы за творческую часть мы услышали. А за спортивную? Есть ли возможность получить какие-то дополнительные баллы, те, кто играет за сборный институт? Да, конечно. Любая деятельность, научная, творческая или же аноспортивная, она всегда учитывается. Если вдруг студенты участвуют в различных мероприятиях, и этот день выпадает на день с парами студента, то у него предоставляется официальное освобождение, по которому ему будет не как прогул, а то, что он действительно был на мероприятии, и ни один преподаватель никогда не упрекнет студента за то, что его не было на этой паре. На самом деле преподаватели очень лояльно относятся к тому, что студенты живут общественной жизнью, стараются идти на уступки, и всегда до балла, которые поощряются их участия, они всегда учитываются в конце семестра, и экзамены девочки сдают с тем же успехом, что и все остальные, все наравне. Да, поэтому не забывайте подгружать ваши документы ГТО, серебряного, золотого, бронзового статуса, то есть это все тоже дополнительные баллы, и при поступлении в том числе. Отдельно хочется сказать, если вдруг кто-то переживает или очень хотел бы сдать на значок ГТО, то у студентов нашего института всегда есть такая возможность. Первый курс обычно является подготовительным, и студенты второго курса уже готовы к сдаче ГТО, и многие из них уже выходят на золотой значок. Сколько пар бывает в день, и много ли домашнего задания? Нагруженность на самом деле тяжелая, никто не говорил, что будет легко, потому что это, ну, действительно, занятость — это полный день, то есть те, кто планирует совмещать с работы, но это нужно очень постараться, первые курсы — это точно невозможно, потому что занятость — не предполагает, что мы должны работать. Это классический академический вуз, в котором все-таки больше учатся. Специальности — это с 8.30 до 17.10, в какие-то дни до 19.45, может быть, все зависит от плана работы. А домашние задания? Домашние задания? Семинарские задания, да, их бывает много, сложно, но это того стоит, это действительно практика, ориентированные задания, которые помогают нам в дальнейшем ориентироваться в своей профессиональной деятельности, поэтому все, что мы делаем, это все во благо наших профессиональных совершенствований. Тогда уже еще и про практику, то, что вы сейчас уже на практике находитесь. Да, практика... Это был мой следующий вопрос. Да, 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 я чувствую. А насчет практики. Хочется сказать, что практики действительно очень много. Практику мы проходим каждые полгода. Практика делится на то, как мы проходим его один раз в неделю, мы посещаем любое учреждение, которое нас управляет, с ним заключается договор. Если вдруг по каким-то причинам вы не хотите, не можете посещать это учреждение, то, в принципе, студент может сам выбрать учреждение и попробовать заключить договор. И если это учреждение готово взять студента к себе на практику, то институт всегда идет... И если там есть специалисты, которые готовы предоставить практику именно по этой специальности, то институт всегда идет на уступки и идет по желанию студента. То есть даже по месту жительства вы можете пройти эту практику, не обязательно для этого приезжать в Казань и проходить эту практику в Казани. Да, так что так. Есть еще один вопрос, который касается студенческой жизни. Безусловно, ответ на него я, например, знаю. Есть ли в УЗИ хорошая библиотека? Да, конечно, библиотеки есть. А библиотеки — это, конечно, не прям в нашем институте. Не могу сказать, что это прям в нашем институте на Булаке. Это центральная библиотека КФУ, которая открыта для каждого студента. И, конечно же, это библиотека, в основном наши институты это получают именно от филфака все учебники. Литературы очень много, и если есть желание, то можно найти все, что вам захочется. Сейчас уже литература почти вся отцифрована, поэтому в основном тоже уже и онлайн-учебниками мы тоже пользуемся достаточно широко. И достаточно много сейчас у нас таких цифровых образовательных ресурсов, которые предполагают запись как раз вот таких лекций, запись каких-то семинаров, которые потом тоже можно посмотреть. И та система Teams, вот она не оказалась для вас слишком напряженной? За прошлый год, например, онлайн учиться было интереснее, сложнее? Ну вообще все новое воспринимается всегда в штыки. Поначалу было очень сложно адаптироваться, было очень сложно собрать себя, потому что домашняя обстановка, много отвлекающих факторов. Но со временем мы адаптировались настолько к системе Teams, что в принципе было тяжело обратно переставиться на очное обучение. То есть это было... Во-первых, это удобно, потому что ты в любой момент можешь из дома подключиться, набрать информацию, которая тебе нужна, сразу же ее уточнить. Но есть и свои нюансы. Конечно же, личный контакт с преподавателем — это другая история, это совершенно другие, скажем так, другие эмоции, это другая передача знаний. И в принципе, если выбирать между Teams и очным обучением, то я бы выбрала больше очное, потому что мне очень важен именно контакт с преподавателем глазной. Но, по крайней мере, прошлый год он показал, что еще и дома нужно иметь достаточно хорошую технику. И сейчас вот как раз приемная кампания сталкивается с тем, что не у всех абитуриентов дома есть сканер, есть принтер. Не все могут это все отсканировать, распечатать и заново это в систему войти. Не у всех есть хороший интернет, особенно где-то в глубинке, в каких-то таких местах. Но все равно мы приходим к тому, что эту технику придется потихоньку приобретать, придется дома иметь и камеру, и наушники, и общаться с преподавателями, в том числе и онлайн. Есть у нас еще такой небольшой блок, скопился медицинских таких вопросов. Нужны ли вообще какие-то справки, медкомиссия в своем городе для поступления, для заселения в дальнейшем в общежитие? И, наверное, самый популярный вопрос, который волнует всех абитуриентов, нужен ли сертификат о вакцинации для поступления в ВУЗ? Вот эти вот три. Ну, во-первых, пока если мы говорим про 11-классников, не все еще являются 18-летними, и пока обязательны вакцинации для взрослых. Они якобы еще взрослыми не являются, поэтому пока это обязательным являться не может требованием. Желательно, да, обязательно, наверное, нет. По поводу медицинских справок, наверное, они тоже понадобятся чуть позже, когда человек уже подал согласие на зачисление, когда он понимает, что он реально будет учиться, что он попадает в списки уже зачисленных, вот тогда начнется вопрос о том, насколько он, ну, хотелось бы, наверное, раньше это, да, насколько он здоров, но все-таки и для заселения в общежитии нужно сначала понять, что ты зачислен и учишься уже, да. На многие наши педагогические, психологические специальности вообще предлагается заводить сразу медицинскую книжку, потому что потом всегда нужно будет выходить к детям, всегда нужно, а это не просто справка, а все-таки медкнижка тоже. Но это ближе к первому сентября, я так понимаю, что уже после зачисления. Есть у нас еще такой частный вопрос, что представляет из себя педагогическое образование, и в скобочках расшифровано доп. образование, плюс иностранный язык. Видимо, спрашивают, ну, какие предметы... Это новое направление, новая специальность, которую мы открыли в этом году первый раз. Доп. образование, это все дополнительное образование, связанное с кружковой деятельностью. Это все, что касается ЦВР, так называемый, Центра воспитательной работы прежде всего. И плюс туда будет еще английский язык, за счет этого они обучаются пять лет. То есть целый год вот дается дополнительное для того, чтобы английский язык стал настоящим. Но это бакалавриат. И у нас об этом был как раз вопрос, что чем отличается от специалитета, а специалитет — это просто обучение пять лет. Вот наша старая система, вот взрослые, кто учились, мы почти все учились на специалитете пять лет. Сейчас бакалавриата вполне достаточно для обучения. Это настоящее полное высшее образование. Единственное, что потом, если вы хотите быть большими руководителями, методистами, директорами, заведующими, наверное, придется заканчивать магистратуру. Ну и раз плавно так подвели к магистратуре, давайте поговорим о тех магистрских программах, которые реализуются в институте. И если есть возможность, то по бюджетным местам там как раз. Магистрских программ достаточно много, и почти на каждой из них эти бюджетные места есть. Например, психология — 16 бюджетных мест, это психология состояния человека, психология, психология высшего образования — 20 бюджетных мест. У нас вообще их там 16-20 направлений, поэтому опять-таки там же в плане приема можно посмотреть. Единственное, что нет бюджетной местной психологии семьи и семейного консультирования, нет бюджетных мест на консультативной психологии, но они вдобавок еще и очень заочные в заочной форме, то есть там бюджетных мест поменьше. На педагогике психологии высшего образования на заочной форме нет бюджетных мест. Везде остальные, прям столбик смотрю, 15, 17, 20, 25 бюджетных мест есть. Ну и на этой приятной ноте я предлагаю закончить. Везде есть бюджетные места. Большое спасибо вам за столь подробный ответ. Напоминаю, в эфире у нас был Инсталайв с Институтом психологии и образования Казанского федерального университета. Оставайтесь с нами, впереди еще много-много интересных ответов на все ваши интересные вопросы, уважаемые абитуриенты. Ждем вас для поступления. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова